В забеге давайте обратим внимание на полячку Софию Инауэй, серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи прошлого года, спортсменка из Польши. Амела Тержич из Сербии, ее результат 4-0-4-77, ее личный рекорд. Также Марен Кок, спортсменка из Германии, в этом сезоне пока 4-0-9, но результат есть у нее и повыше. Третья она сейчас держится здесь в забеге. Ну и конечно Люсия Клокова, теперь у нее фамилия Хривняк, спортсменка из Словакии, очень опытная спортсменка, 4-0-2-99, ее личный рекорд. Она тоже участвует здесь в этом беге. А пока впереди мы видим Маргарету Маньяни, итальянку, опытную спортсменку. Ну не сказать, что у нее какие-то особенно высокие достижения есть, но тоже уже не раз выступала, по крайней мере на европейских соревнованиях, вот на этой дистанции 1500 метров. Ну и второй забег бежит несколько быстрее, чем первый. Мы уже обращали ваше внимание на то, что первый забег, где бежал Сефан Хасан, очень было медленно начало. Здесь девочки бегут чуть побыстрее, они понимают, что темпом, этим темпом они все 8 человек могут отсюда выйти. Напомню, потому что четверо первых выходят напрямую и еще четверо добираются по результату. Да, им в этом смысле, конечно, легче, но то есть ориентиры есть более понятные. И действительно здесь уже можно, если бег будет достаточно быстро, ну по крайней мере быстрее, чем в первом забеге, уже можно говорить не о четырех, да, а о большем количестве участниц, которые могут попасть в финал. Тут их всего 10 человек, поэтому я и говорю, если пробегут очень быстро, все 8 могут выйти. Норвежка Ингвилл Макештадт вышла сейчас вперед. Личный рекорд у нее 4.02, достаточно высокий, самый высокий из всех участниц этого забега. Но правда в этом году она бежала только 4.09. Ингвилл Боэм, ее знают, как Ингвилл Боэм, я думаю, спортсмен, который уже тоже примелькалась так на крупных соревнованиях. Тоже без особого успеха, но все-таки. 500 метров до финиша Тержич подбирается к лидеру, потому что она понимает, что сейчас надо будет финишировать. Да, безусловно, Тержич и Имануи должны, по идее, быть без вопросов в финале. Они бегут быстрее и быстрее, чем победительница наверняка первого забега Сифан Хасан. Хотя Хасан очень быстро финишировала. Смогут ли они финишировать так? Но у них общая скорость бега была повыше. И тысяча метров у них была быстрее, и тысяча двести метров у них быстрее. Да, почти на четыре секунды они быстрее бегут после 800 метров. Но, конечно, так как финиширует Хасан, я думаю, сейчас никто в мире не финиширует на этой дистанции. Так, Тержич пока впереди. Ну, я имею в виду в Европе, скорее, наверное, все-таки. Буду аккуратен. Висек Локова из Словакии сейчас на второй позиции. Норвежка третья. И вот там за четвертое место даже сейчас, я думаю, Норвежка свою третью позицию потеряет. С последней позиции. Но там польская бегуня должна все-таки София Нау. И вот она финиширует третий. Но результат 4.09.74. Я сейчас смотрел, думаю, что же такое-то. Что это бежит? Она вроде бы, да, должна... Должна, должна. Сил было море. Где-то там решила поэкономить. Но, слава богу, что успела. 4.09.71 даже в этом забеге. И понятно, что, скорее всего, добирается...